Девушки отдыхают Где я? Я не знаю, кто я. Ваш разум как чистый лист. У вас нет имени, нет семьи, ни одного знакомого на белом свете. Вы совершенно один. Вы не знаете, где вы, куда направляетесь, откуда приехали, и даже кто вы. И это очень страшно, безумно страшно. Чему мы можем научиться у человека, чья память стиралась трижды? Почему некоторые события невозможно забыть, а другие утрачиваются навсегда? Я Дэн Рискин, биолог, и весь мир — моя лаборатория. Я взломаю тайный код памяти. Можно ли разбогатеть благодаря памяти? Я только что заработал тысячу долларов. Можем ли мы доверять памяти в вопросах жизни и смерти? И стали бы вы принимать лекарства, которые позволили бы помнить все? 12 октября 88-го года, среда. Природа человека полна загадок, которые мы пытаемся понять всю жизнь. Мы разберемся, почему мы ведем себя так, а не иначе. Природа человека. Сила памяти. Обычно мы представляем память как библиотеку личных событий. Но так ли это? Наши воспоминания — самое личное, что у нас есть. Но в сухом остатке это лишь электрические импульсы в мозге. Как же мозг хранит информацию? Наш мозг не организует воспоминания хронологически или по алфавиту, или вообще по какой-либо системе. Все, что угодно, может быть где угодно. То есть... Посмотрим. Слова любимой песни, смех вашей бабушки, куда вы положили ключи этим утром. Нет способа узнать, где именно окажутся воспоминания. И зачем вообще нам память? Вопрос может показаться глупым, но это не так. Какие воспоминания важны, а какие ничего не значат? Почему какие-то воспоминания остаются, а другие угасают? Это я и хочу выяснить. Начнем с простого вопроса про память. Что для вас воспоминания? Мои воспоминания очень важны для меня. Без них я, а не я. Когда все идет плохо, воспоминания как мини-отпуск для мозга, только бесплатные. Воспоминания — основа всего, ведь мы разделяем их друг с другом. Если бы их не было, вы бы каждый раз встречались с людьми, как в первый раз. В этой серии мы проведем эксперимент, и испытуем им буду я, а заодно и вы, как наблюдатель. У меня при себе устройство — сенсорная камера, которая фотографирует в течение дня, и когда человек, который носил ее, просматривает снимки, они помогают ему разбудить воспоминания. Так что будьте внимательны, и в конце передачи мы увидим, насколько остра наша с вами память. Мы встретимся с человеком, который знает ценность воспоминаний, потому что полностью терял память. В сентябре 2006 года в Денверскую больницу в штате Колорадо обратился мужчина. Это трудно объяснить, это состояние полной спутанности. Вы не знаете, зачем вы здесь. Не знаете, кто вы и откуда. И вам страшно. Очень страшно. Он не помнил свое имя и где он жил. При нем не было документов. Полиция сняла отпечатки, но в базе их не было. Загадочного человека прозвали Амнезик-Л. В это время, в двух тысячах километров от Денвера, в Олимпии, штат Вашингтон, Пенни Хэнсон отчаянно искала своего жениха, Джеффа Ингрэма. В последний раз, когда она видела Джефф, он направлялся в Канаду навестить умирающего друга. Он так и не приехал. Она боялась амнезии. Десять лет назад Джефф потерял память и исчез на девять месяцев. Поиски были безуспешны, но как-то вечером, шесть недель спустя, ее брат включил телевизор. Если кто-нибудь узнает меня, знает, кто я, пожалуйста, откликнитесь. Брат позвонил мне и сказал, Джеффа показывают. Я воскликнула, что? И позвонила в 911. Спустя 4-5 часов мы уже общались по телефону. Я сказала, ты меня не помнишь? Но я Пенни. Вскоре Джефф вернулся к себе, в дом, который он не помнил, к невесте, которая была для него незнакомкой. Его машину, кошелек и мобильный так и не нашли, а память к нему не вернулась. Ему пришлось начинать спение с чистого листа. Мне помогала какая-то высшая сила. Она вела меня к тому, что мне было нужно. И мне, безусловно, была нужна моя жена. Несмотря ни на что, мы снова оказываемся вместе. Джефф и Пенни снова полюбили друг друга и спустя год поженились. У Джеффа очень редкая форма амнезии. Диссоциативная фуга. Она вызывается психологической травмой в детстве. Молодой мозг справляется с эмоциональной травмой, блокируя воспоминания. Но позже взрослый мозг может повторить трюк при захлёстывающих переживаниях, как в случае с умирающим другом. Больше всего Джефф боялся, что амнезия может вернуться, и он не зря волновался. В 2007-м Джефф снова исчез. На этот раз на поиски ушло всего пять часов, благодаря предусмотрительности Пенни. полицейский спросил меня, есть ли у меня татуировки. Я снял рубашку, и под ней оказалось татуировка. Это как документ, который всегда со мной. Он не исчезнет. Я не могу её потерять. Сейчас у Джеффа всего четыре года воспоминаний. Но он живёт завтрашним днём, а не вчерашним. Я не жалею себя. Если память вернётся, то и вернётся. Если нет, я создам новые воспоминания и продолжу путь. История Джеффа очень трогательная. Она незабываемая. И очень редкая. Но с нами всеми случается такое. Мы знаем, что у нас есть воспоминания, точно знаем, где оно, но не можем вспомнить суть. Не бывает людей, которые помнят всё. Как мозг выбирает, что лучше записать и запомнить? Мы знаем, что хотя бы отчасти это зависит от эмоций. Если событие связано с очень сильными переживаниями, мы помним его крайне отчётливо. Я направляюсь в Даллас, штат Техас, чтобы встретить одного из самых необычных исследователей памяти в мире. Доктор Дэвид Иглман изучает связь между памятью и сильными эмоциями. Я хочу понять, как протекает запоминание в ситуации на грани жизни и смерти. Иглман придумал жуткий способ проверки того, что случается, когда возникает воспоминание, и по какой-то причине я согласился быть подопытным кроликом. Вы упадёте с башни высотой 46 метров. Боже, вот жуть-то. Это противоречит инстинкту самосохранения, потому что вы будете падать спиной назад, то есть не увидите, куда летите. Да, это очень страшно. Ясно, готовы? Да. Это совсем не кажется умной затеей. Всё хорошо? Нет, не хорошо, я очень волнуюсь. Хорошая новость, это 100% безопасно. Нет, ничего не бывает безопасно на 100%. Сильная эмоция? Попробуйте. Я даже не вижу дна. Это будет ничем не сдерживаемое падение. 46 метров вниз. Я разовью скорость в 90 километров в час. Это как упасть с 12-этажного здания спиной вперёд. Так. Боже. Откиньтесь. Всё хорошо? Вы скажите мне, когда отпустите или просто отпустите? Вы просто отпустите, да? Стоп. Боже. Если бы я только мог стереть это воспоминание. Хотя бы позвольте объяснить, что происходит в моём мозге. При поступлении сенсорной информации нейроны посылают электрические и химические разряды, словно записывают данные на жёсткий диск. Мозг получает эту информацию и кодирует её, меняя нейроны и укрепляя связи между ними. Так рождается воспоминание. Когда мой мозг активирует этот ансамбль нейронов, я вспоминаю события. Но если человек напуган, происходит ещё кое-что. Я приземлился, слава богу. Это было ужасно. Дэн, насколько страшно. Это было по шкале от 1 до 10, где 10 самое страшное. Не знаю, 10,8 или 9 десятых. Я помню каждую деталь. Это незабываемый из-за сильных эмоций. В данном случае страха. Это не всё. Когда я вспоминаю падение, я вижу всё в замедленном движении. Природа человека, сила памяти. Природа человека, сила памяти. Я вдался с доктором Дэвидом Эгглманом, учёным, который исследует связь памяти и эмоций. Многие люди переживали подобное. Вашу машину занесло, и всё словно заведляется. Доктор Эгглман знает, почему воспоминания пугающих событий, таких как автомобильная авария или падение с высоты, воспроизводится, как при замедленной съёмке. Для этого он дал мне просчитать воспоминания о падении. Я дам вам секундомер, а вы вспомните падение с вышки сеть. Ладно. Прокрутите в голове это воспоминание. Сейчас. Сейчас, погодите. Вот так. Когда я вспомнил событие, мне показалось, что оно заняло почти 4 секунды. Да, 3.59. В действительности я падал 3 секунды. Вам кажется, что событие длилось дольше, но вы не видели его медленнее. Я вспоминаю его медленнее. Вы вспоминаете медленнее. У некоторых людей получалось ещё дольше. Некоторые, когда вспоминают событие, думают о мельчайших деталях. И в итоге получается от 50 до 100% замедлений. Неужели? Им так казалось? Казалось, что они падали долго. Так почему возникает это искажение времени? Когда вы в ситуации на грани жизни и смерти, включается мендельвидное тело, и оно пускает воспоминания по второму кругу. Мендельвидное тело — это часть мозга, которая обрабатывает эмоции и увеличивает формирование воспоминаний, если эмоции сильны. При стрессе мозг создаёт двойное воспоминание, и когда оно воспроизводится, в нём гораздо больше подробностей и почти в два раза больше информации. Это как перейти от стандартного экрана к экрану с высоким разрешением. Всё записывается. Память крайне насыщена, и когда вы её считываете, вы думаете, что случилось? У вас полно воспоминаний, и вы объясняете это себе тем, что всё происходило дольше. То есть, если вы выживаете, вы помните, что случилось? Верно. Мы думаем, что память дана нам, чтобы помнить прошлое, но она нужна нам, чтобы предугадывать события в будущем. Если воспоминания помогают нам выжить, понятно, почему эмоциональные воспоминания гораздо богаче и чётче остальных. Представьте древние времена, когда повседневная жизнь была гораздо опаснее. Если древнего человека преследовала соблезубая кошка, и ему удавалось выжить, то чем больше подробностей он помнил, тем выше была вероятность выжить в другой раз. Мы живём в иные времена и используем память не для того, чтобы избегать диких кошек. Память помогает нам жить в ускоряющемся и сложном мире. Я использую память, когда пишу рассказы и стихи, и когда читаю их наизусть позже. У меня очень хорошая память. За неделю я встречаюсь с двумя тысячами студентов и при необходимости сразу вспоминаю, как кого зовут. С памятью можешь больше. Давайте начистоту. Будь у вас идеальная память, что бы вы в первую очередь сделали? Вы бы разбогатели. Острая память поможет быстро заработать в двух местах. На фондовой бирже и в казино. Я еду на встречу с человеком, который преуспел и там, и там. Познакомьтесь, Джош Аксель Ротт. Я ненавидел работать на Уолл-стрит, поэтому я зарабатывал на жизнь, забирая деньги из казино по всей Америке. Джош считает карты. Используя память, он играл в Блэк Джек и стал миллионером. Мне нравится забирать деньги из казино, которые сами берут деньги в неудачниках. Так что мстить им — одно удовольствие. Не нужно запоминать каждую разыгранную карту. Мы действуем не так. Всего есть три типа карт. Есть карты, которые нам очень нужны, фигурные карты, тузы, десятки. Есть карты, которые не важны — семерки, восьмерки и девятки. И есть карты, которые мы ненавидим — от двоек до шестерок. Вот в чем трюк. Каждому типу карт приписывается некая цена, и когда карта разыграна, надо складывать или вычитать ее стоимость. Это минус один. Промежуточная сумма подсказывает вероятность выпадения сильных карт, которые нужны для выигрыша. Попробуйте. Всякий раз, как вы видите фигурную карту, туз или десятку, вычитайте один. А всякий раз, как видите двойку, тройку, четверку, пятерку или шестерку, прибавляйте один. Игнорируйте остальные карты. Когда счет нарастает, ставьте больше, потому что вероятность выпадения сильной карты высока. Улавливаете? Разумеется, считать карты в шумном казино непросто. Поэтому Джош придумал уловку, чтобы не сбиваться со счета. У вас 20 разных образов, зрительных образов, которые представляют числа от 1 до 20. Номер один — дерево. Дерево, которое стоит отдельно, похоже на цифру 1. Да. Эти образы помогают. Проще запомнить образ, чем цифру. Но и это не все. Мы уже знаем, что память заряжается эмоциями. Эти образы стоит подобрать для себя, выбрать то, что важно для вас, связанное с сильными эмоциями. 9 — отрицательное число, как немецкое — нет. Для меня это очень эмоциональный образ свастика, чтобы запомнить девятку. Вы можете подобрать свой. Эмоциональный образ проще запомнить. Именно. Метод Джоша называется мнемоникой, и он позволяет ему менять ту часть мозга, в которой хранятся воспоминания. Можем сыграть в Супер Марио, в то, что я умею? Счет карт полагается на краткосрочную память. Краткосрочная память — это как письмо на песке. Большинство людей запоминают не больше 4 единиц информации за раз. Но когда Джош приписывает символ каждому числу, он обращается к долгосрочной памяти. Это как выбивать письмена в камни. Долгосрочная память более надежна, и Джош с легкостью следит за счетом. Эти карты слабые, у меня плюс 4. Получается, но есть одно серьезное «но» при счете карт. Джошу заказан ход почти во все казино в Америке. Считать карты не запрещено законом, но это против правил почти во всех казино. Если вас поймают, то очень быстро перестанут принимать. Природа человека. Сила памяти. Природа человека. Сила памяти. Я побывал у Джоша в учениках. Теперь пора взять деньги в зубы и совершить набег на настоящее казино. Я приехал в Слиток, в Рино, Невада. Я заприметил столы с Блэк Джеком, а в кармане у меня тысячи долларов. Я никогда не приходил в казино, чтобы считать карты, но я упражнялся неделями и придумал свою систему образов. Готов к действию. Попробуем. В этом казино знают, что мы задумали, и во имя науки нам подыгрывают. А раз я играю на свои деньги, если я справлюсь, то сохраню выигрыш. Если нет, что ж, я приму удар. Итак, начали. Двенадцать. Дайте подумать. Сдавайте. Слишком много. Спасибо, что взяли мои деньги. Я так напряжен. Сдавайте. Минус шесть. Дайте подумать. Сдавайте. Так, погодите, надо подумать. Принести вам коктейль? Нет, спасибо. Казино блестит и сверкает неспроста. Яркие огни. Я потерял счет. Звонкие звуки. Удвоить. Бесплатные напитки. Все это, чтобы отвлекать игроков. Не отвлекайся, Дэн. Извините, сдавайте. Я выиграла. Очень скоро у меня осталось лишь половина фишет. Меня тут разбивают на голову, уничтожают. Всякий раз, как мне надо думать, я теряю счет. Мне надо собраться и вспомнить свою систему. Связать счет с картинками в голове. Сейчас счет плюс один. Это дерево. Счет дошел до плюс трех. Три – это табуретка. Та, которая стояла у бабушки в кухне. Плюс пять. Морская звезда. Легко запомнить. Шесть. Теперь моя память как машина. И я начинаю это чувствовать. Вот так. Счет говорит мне, когда ставить мало. Восьмерка и двойка. Пять долларов. Ух ты. И когда ставить по-крупному. Сейчас самое время. Я выброшу сто долларов на кон. Посмотрим, что будет. Да, именно так. Счет плюс восемь. У меня в голове большой серый осьминог. Это значит, что счет на моей стороне, как говорится, смелость города берет. Ставлю триста. Да. Да. Внезапно я на коне. После нескольких ставок я удвоил свои деньги. Это хорошо. Миссия выполнена. Я выкатываюсь шиком. Как экспресс-курс по памяти. Было здорово научиться мнемонике, она помогает запоминать. Но следить за счетом карты и играть в одно и то же время было очень трудно. Однако, я справился. По сути, мне заплатили тысячу долларов за то, чтобы я натаскал свою память. Пока я узнал, что память — хитрая штука. Я убедился, что воспоминания острее, если им сопутствуют эмоции. Я также доказал, что память можно улучшить. Да. Но я всегда считал, что память не слишком надежна. И есть одна область, где точность памяти крайне важна. Свидетельские показания. Ошибочное опознание свидетелей — ведущая причина ложных обвинений в Америке. И я прибыл в Сидер-Фоллс, штат Айовы, чтобы встретить двух людей, которые посвятили свою жизнь решению этой проблемы. Познакомьтесь с Сотто и Кимберли Маклинами. Психологами и доцентами в лаборатории изучения свидетелей в Университете Северной Айовы. Маклины хотят испытать память и систему криминального правосудия. Для этого они устроили эксперимент. Насколько вы можете доверять своей памяти, когда решается судьба человека? Мы пройдемся по району, и вы будете думать, смотреть и слушать, как обычно. А потом я задам вам вопросы о том, что вы помните с прогулки. Договорились? Хорошо. Я подсадная утка в эксперименте Маклинов. На помощь! Помогите! Как вы? Внезапно мы становимся свидетелями. Ребята, вы видели, да? Это по правде или нет? Студенты поняли, что преступление было разыграно. Свидетели были всего в трех метрах от преступления и видели все при свете дня. Видели его? Я видел. Смогут ли они описать преступника? А вы? Лично я не обратил внимания на то, как выглядел парень. Я не смогу его описать. Вы не сможете, нет? Я не узнаю его в лицо. Я сомневаюсь, что ребята могут вспомнить хоть что-то полезное. Но все оказывается так, как ожидали Маклины. То есть вы не смотрели? Мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди, которые изначально сильно сомневались в качестве своих воспоминаний, упорствовали и со временем становились все более уверенными в них. Прямо там. Вон там. Мы прекрасно осведомлены об этих трудностях с памятью, и я могу создать условия, при которых люди к концу дня полностью поверят в ложные воспоминания. Моя задача, как подсадной утки, предлагать варианты, которые обманут память всей группы. У него было круглое лицо, длинный нос, короткие волосы, верно? Да. Я в этом уверен. Вы зоркий. Я уверен, у вас двоих. Укоренятся ли ложные воспоминания? Сейчас мы попробуем определить, что они помнят и насколько точна эта информация. Начнем с формы главы. Сейчас мы составляем портрет преступника. Какие у него были волосы? Пару часов назад никто не помнил, как он выглядел. Смотрите, что они скажут сейчас. Он точно был белым. Короткие волосы. Их уверенность уже нарастает. А поточнее цвет волос? Вскоре Джерри полагает, что помнит то, что я намеренно подкинул, как идею. Круглое лицо. Поразительно, как легко запустить ложные воспоминания. Память воссоздается. Она собирает вместе обрывки, ей нет дела до того, пришли они от Дэна или нет. Они кажутся собственными воспоминаниями. Нос подозреваемого. Он должен быть длиннее, чем тот, что мы видим на экране. Я не уверена насчет носа. Правда? Мне кажется, что он был вздернутым. Вот так. Слишком прямой? Да. Должен быть вот таким. Они придумывают воспоминания по пути. Волосы слишком длинные. Образ-портрет начинает замещать образ, который был у них в головах изначально. Память легко поддается внушению. Вы помните какие-то части лица, но не все. Я говорю, что у человека были большие уши. Маленькие глаза, сильный подбородок. И вы начинаете примерять это на свой образ, тем более, что он изначально был размыт. Или я рехнулся, или это он. Возможно, вы не замечали, что на вас влияет мое описание, но теперь, когда вы обращаетесь к своей памяти, то видите другое лицо с моими добавлениями. Да, вот так. Мне нравится. И я соглашусь. Поразительно, что память может так ошибаться. В обществе, где мы так часто полагаемся на воспоминания, сколько ошибок мы совершаем. На другой день полицейский дает каждому свидетелю ряд подозреваемых. Думаю, это номер два. Нос у парня похож. Вот этот нос. Мне кажется, шестой. Почему шестой? Из-за формы головы. Мы наблюдаем пример, насколько податлива может быть память. Насколько вы уверены в этом? На 85% уверен, что это тот самый парень. Это очень сильное доказательство в суде. Оно легко может привести к осуждению. Очень убедительно для присяжных. Хотите знать, кто был прав? Вы все ошиблись. Бросьте. Его не было на фотографиях. Не может быть, это нечестно. Это может показаться нечестным, но в реальной процедуре опознания весьма возможно, что настоящий преступник отсутствует. А теперь пришло время раскрыть уловку и показать подсадную утку. Это был Дэд. Надо же. Я подбрасывал идеи, такие как круглое лицо и длинный нос, которые я выдумывал. А вы верили. Вы были так уверены насчет длинного носа, что я даже не решалась спорить. Вы спорили, потому что считали, что нос был длиннее. Подлинную память перебивает все, что происходит позже. Если вы считаете, что ваша память идеальна, а память остальных людей их подводит, вы берете неверный путь. Вы будете обвинять человека, искренне полагая, что опознали его. У Кима Отто есть последний туз в рукаве, о котором не знал даже я. Приготовьтесь. Привет, мы сейчас заняты. Здесь есть туалет? Да, пожалуйста, проскочите быстренько. Ладно. Итак. Ребята, хотите знать, кто был тот человек? Да. Он сейчас в туалете. Черт, не может быть. Вот наш преступник Джейсон. А вот и он, человек с длинным лицом и широким носом. Совсем не такой, каким мы его запомнили, и никто его не приметил. А вы? Вы узнали человека? Или отправили в тюрьму не того? Он совсем не похож на образ из моей памяти. Я едва видел, что ты создал этот портрет в своей голове. Мой мозг лгал мне. Я обещал вам испытать память. Насколько нам это удалось? Эмоции, уловки запоминания, групповая динамика. Я убедился, что все эти факторы влияют на точность воспоминаний. Обычно я могу доверять своей памяти. Обычно. Порой память меня подводит, и жена всегда оказывается рядом, чтобы меня этим попенять. Думаю, люди считают, что их память лучше, чем есть на самом деле. И когда они пытаются воспроизвести факты, в девяти случаях из десяти они ошибаются. Природа человека. Сила памяти. Природа человека. Сила памяти. Ученые, которые занимаются памятью, нашли нечто невероятное. Крошечное количество людей, которые запоминают совсем иначе, чем мы. Я в Южной Калифорнии, чтобы узнать все из первых рук от одного из лучшего в мире специалиста по памяти. Доктор Джеймс Макго посвятил свою жизнь изучению памяти, и даже он поражен этим открытием. Я был поистине изумлен, когда обнаружил, что некоторые могут помнить каждый день своей жизни. Джеймс нашел только восемь человек в мире, мозг которых работает так. Мы еще мало об этом знаем. Этот феномен называется сверхавтобиографическая память или суперпамять. Да, они такие есть. Они вспоминают то, что было 20 лет назад, так же, как я вспоминаю сегодняшнее утро. Да. И они удивляются, почему мы так не можем. Что? Что с вами не так? Да, что с нами не так? Одного из этих супермнемоников вы можете знать. Она играла в фильме «Такси» и бродвейском мюзикле «Чикаго». Это актриса Мэрилу Хэннер. Ученые называют мою память сверхавтобиографической. Каково вам быть в роли лабораторной крысы в новейшем исследовании памяти? Я обладаю этой памятью 6 лет, и я рада, что это происходит, что я могу помочь в исследовании. Я знала, что это необычно, но не представляла, до какой степени. Доктор Макго проводит небольшой тест, чтобы показать различия между нормальной памятью, моей, и суперпамятью Мэрилу. Когда умер младший Джон Кеннеди? Думаю, что это было в 2000-х. Полагаю, я угадал десятилетие. Я знаю, когда. Это было 16 июля. В субботу 16 июля 1999-го. Боже, почти угадал. Я точно знаю, что я делала. Я была в Вегасе, играла в Мюзикли Чикаго в Менделей Бэй, и мы собирались устроить вечеринку в тот день. Вы помните весь день? Весь день. И все следующие? Помню, передо мной стояла корзина со стиранным бельем, когда мы проснулись и узнали о случившемся. Самолет еще с предыдущим вечером. Точно. Итак, вы видите подробность рассказа, и он связан с датой. Я бы сказал, что разница между моим и ее ответом огромная. Вы ничего не помнили, а она много. Что происходит в ее мозге? Теперь следите внимательнее и попробуйте понять, почему память Мэрилу столь хороша. Попробуем дату падения Берлинской стены. Я был тогда подростком, думаю, в 88-м, кажется, 12-го октября. Это был понедельник. 88-й? 12 октября, 88-го, среда. Конечно. Но это было 9 ноября 89-го года, и я была со своим парнем-робом, за которого потом вышла замуж. Я помню, как сидела в кухне, на тумбе, и кто-то позвонил и сказал немедленно включить телевизор. Видите, общественные события вписаны в контекст личных воспоминаний. Превосходное воспроизведение событий истории у Мэрилу тесно связано с повседневными событиями личной жизни, и тому есть причина. Магу проверил 8 человек с суперпамятью, и, похоже, у них есть нечто общее. Некоторые области мозга, связанные с памятью, у них развиты выше нормы. Одна из таких увеличенных областей, хвостатые ядра, обычно используется для формирования автоматических привычек. Ученые считают, что эта область может быть более вовлечена в формирование воспоминаний, чем обычно. А, возможно, для 8 супермнемоников запоминание повседневных событий – привычка, как память о том, что надо причесываться или менять носки. Для меня это как проявляющаяся фотография, она становится все более четкой. Как полароид? Да. Когда вы спрашиваете, все начинает возвращаться. Это поток воспоминаний того периода, образы, что я делала в то время. Суперпамять обнаружили совсем недавно, и ученые еще не знают, что означает этот феномен. Джеймс Маггой изучает память уже более 50 лет. И когда он внезапно обнаружил таких людей, как Мэрилу Хэннер, это полностью изменило его знание о памяти. Это удивительно, это расширяет границы изучения человеческого мозга. Возможно ли, что у нас у всех есть потенциал для практически безграничной памяти? Не исключено. Я прибыл в Институт взаимодействия человека и компьютера в Университете Карнеги-Меллана в Питтсбурге, где ученый Анин Дэй работает с методом записи жизни. Он пытается помочь пациентам с Альцгеймером и всем нам вернуть воспоминания, которые дремлют в нашем мозге. Итак, Дэн, давайте проверим, как вы помните, что с вами было. Да, это я. Это тяжело смотреть, потому что я помню... Как упали? Да. Даже сказать страшно. Это как Дамоклов меч. Я его ненавижу. При взгляде на него меня переполняет гнев. Он последний человек, которого я видел перед тем, как упасть. Это как заново все пережить. Именно. Я даже разволновался. Ладно, надо успокоиться. Мой первый вопрос. Когда Джош Аксель Рот учил вас считать карты, вы помните, что его забавляло? Он сказал, что его что-то забавляло? Да, и в первый раз, когда вы ставили по-крупному, вы помните, сколько поставили? Кажется, 300, нет? Я не уверен. Через пару минут увидим. Я помню все в общих чертах, но тонкости меня убивают. Потом Анин сосредоточился на этих снимках. Помню, что Джош сказал, как было забавно брать деньги у казино, что он чувствовал себя слегка Робин Гудом. И теперь, когда я вспомнил ощущения, вспоминаются и слова. Получается! Вы помните, сколько поставили в первый раз, когда играли по-крупному? Да. Я вспоминаю, что сначала положил 100 баксов, потом увеличил до 300. Верно. Как думаете, почему вы это помните? Не знаю, как описать это. Просто помню. Игра на деньги — эмоционально насыщенные события. Ведь вы можете потерять все деньги, а потом наступает эйфория от выигрыша. Это помогает запомнить события. Очевидно, эта игра была для меня стрессовым событием, у меня сейчас подмышки потеют. Метод работает. Я знал, что вспомню что-нибудь, но это по-настоящему действует, потому что я иду через чувства к воспоминаниям. Все верно. Будь это сухое событие без эмоций, я готов поспорить, что вы бы не вспомнили большую часть подробностей. Факт, что эмоция дает мне доступ к воспоминаниям, соответствует тому, что говорил о памяти Джеймса Макго. Когда вы нащупываете суть эмоций, память работает лучше. Это идеально соответствует тому, что мне уже рассказали. Человеческий мозг эволюционировал в природе, но мы в ней больше не живем. Мы живем в мире транспорта, компьютеров и мобильных телефонов. И по сути, мы вечно кочуем. Одна группа ученых пытается заставить мозг работать лучше в новом мире. И они используют для этого виртуальную реальность и экспериментальные лекарства. Я в Калифорнийском университете в Сан-Диего встречаюсь с двумя пионерами этого прекрасного нового мира. Познакомьтесь с ней, ученые Гарри Линч и Говард Пойзнер. Они уверены, что человеческую память можно улучшить, искусственно улучшив сам мозг. Работа Говарда Пойзнера финансируется американской армией, и он создал прибор, который буквально читает разум. Он связывает виртуальную среду с электроэнцефалограммой. С ума сойти. Система виртуальной реальности контролирует сенсорную стимуляцию мозга. Это область. Исследователи точно знают, что я вижу, и могут следить за тем, что делает мой мозг, когда он запоминает или не запоминает. Мы начинаем с задней части мозга. Движемся от области обработки визуальной информации к областям пространственной ориентации, затем к областям, где хранится память. Это настоящий поток информации от одной области к другой. Он идет туда и обратно. Это помогает ученым увидеть, какие именно части мозга кодируют и выдают воспоминания. Здесь торгуют. Это поразительно. Мы можем видеть огромный пласт работы мозга, испытуемый весь перед нами. Это электрическая активность, его мысль. Это исследование завораживает, но самое удивительное еще впереди. В конечном счете, мы пытаемся использовать лекарственные препараты, которые могут придать запоминанию Дэну, который идет с переменным успехом, более высокий уровень эффективности. Иными словами, они уверены, что могут сделать так, чтобы я запоминал лучше, принимая таблетки. Линч разработал новый класс лекарств. Ампокины, которые могут значительно улучшать память, что прежде было крайне труднодостижимо. Лекарство работает очень просто. Синапс — это щель между нейронными связями. В этот крошечный промежуток нейроны посылают химические сигналы рецептора. Когда сигнал достигает нужного рецептора нужное количество раз, нейрон передает импульс соседним нейронам и возникает воспоминание. Но сигналы часто попадают мимо цели. Лекарство Линча увеличивает размер мишени, и в результате воспоминания формируются и воспроизводятся легче. Лекарство уже проходит клиническое исследование на людях, и оно может значительно снизить потерю памяти при болезни и старении. Они помогут и обычным здоровым людям. Но что это будет значить для нас? С одной стороны, я понимаю, что лекарство очень ценно для людей, которые нуждаются в нем. С другой стороны, на своей работе я постоянно учусь чему-то, запоминаю. И если бы на моем столе оказались таблетки, которые потенциально способны улучшить мою память на 50%, я не знаю, принял бы я их или нет, и как бы это изменило весь мир. Это серьезно. Моя реакция была похожей на вашу. Но потом я подумал. Разве мне и не любопытно узнать, как бы я мыслил, будь у меня больше способностей? Никто не знает, когда эти лекарства станут доступны. Но большинство экспертов согласны, что их создадут. Это не научная фантастика. Этим занимается ни одна лаборатория и ни один ученый. Это целый поток информации, которую мы получаем о памяти, познании, мышлении. Это неизбежно откроет возможности управления, раздвинет границы. Потрясающе. Немного пугает. Мое исследование памяти привело меня в очень странное место. Как мы станем воспринимать мир, когда появится таблетка, которая сделает наш ум острее? Следующему поколению не надо будет волноваться о потере памяти. Изменятся ли отношения, если вы не сможете забывать ничего из случившегося, хорошего и плохого? Изменится ли ход человеческой истории, если мы улучшим способность мозга с помощью лекарств? Это будущее ближе, чем мы думаем, когда радикально улучшенный разум и память смогут изменить нас до неузнаваемости. Это ошеломительно. У всех поколений людей до сих пор в распоряжении был все тот же мозг, который достался нам от эволюции. И если мы начнем принимать лекарства, которые нас ускорят, это практически изменит нас самих. Мы не перестанем быть людьми, но признаем это. Мы станем кем-то новым. Программа озвучена на студии Кириллица. Текст читал Александр Хорлин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин